Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Событие дня. 2 Езры 4.27. Многие погибли, избились с пути и согрешили через женщин. 21 октября 2017 года. Сергей Игнатов. Мир вам! В разговоре с дьяволом Иисус Христос отвечал Ему, Словом Божьим и Святых Писаний, и никак не переначивал. Мы можем говорить о том, что написано в Библии своими словами, но тоже не искажая смысла. Один из участников нашего форума намекнул, что кто-то идолизирует Священное Писание и даже предание, но так и не пояснил свою мысль, а также не написал, от кого, от Бога или Сатаны она к нему пришла. Не думает ли он, что если Священное Писание, данное людям от Бога через пороков и апостолов, вводимых Святым Духом, занимает в их душе первое место, то тем самым они его Писание, как он выразился, идолизируют. Да это же бесовское уничижение Святой Библии. Я знаю, кто это говорит. Человек, проживший без Бога, зная Бога, веруя, что Он есть и творя бесовские дела. Это люди, которые прожили во тьме. И сейчас они пытаются как-то оправдать себя, покаяние Бог не дает. Не дает, потому что слишком-слишком огромные вагоны лжи, греха, блуда, пьянства, табакокурения, безобразие всего. И вот, и зная Бога, и читая Библию, находясь, Библию отвергает теперь только Осипов, главный идол. Вот Осипов, да, он говорит, не постоп, не надо ничего. Ну и так, понятно. Ксения Юра. Добрый вечер, дорогой наш Игнатий Тихонович. В этом году вышел в прокат американский фильм «Хижина». Смотрели вы его? И если да, поделитесь, пожалуйста, своим бесценным мнением. Спаси, Христос. Отвечаю. Не смотрел, но прочитал о содержании, рецензии. Такие фильмы считаю вредными. И никогда их не смотрю, как фантазии, не знающие Бога. Колоссин 2,17. Никто да не обольщает вас самовольным, смиренно мудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмиваясь плотским своим умом. Режиссер не пророк. Иеремея, 23,28. Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его, как сон. А у которого мое слово, тот пусть говорит слово мое верно. Что общего у Микина с чистым зерном, говорит Господь. Кто знает, что такое Микин? Сегодня некоторые Микину-то не видали еще. А в этом живут. Вот я сейчас посмотрю, кто писал, и какой ответ. Он пришел или нет, это Ксения Юрова. Вот она. Вот это я отметил. Ответ от них. Очень благодарны за ваш ответ. Вот оно внизу написано. Очень благодарны за ваш ответ. Все. А это вот тут у нас по изучению Библии. Вот. Ну и всякая тут муть пишут некоторые. Тут о бороде было. Я о бороде много выставил. Все. Прекратился разговор. Смотрел, слушал, смотрел. Безбородые он защищает. Безбородые. То есть беспокаянные. Абсолютно беспокаянные. Покаяния ни в чем нету. Исследования нету. До глубокой старости те же самые прежние грехи. Спрашиваешь. Но ты если бы сейчас по-новому развернуть. Что бы ты делал по-новому? По-новому женился. Все неудачно было. Теперь у меня уже опыт есть. По 90 лет. Опыт все набирался. Перебирал. Грязь. Через нее все мы умираем. Женщину. Она горше смерти. Серахов говорит. А ты. И под старость ничего не меняется. Нет, брат. Что в юности посеешь. Что в старости пожнешь. Это поговорка не случайная. Ну и вот. Наши ресурсы. Пожалуйста. Это мой мир. Тут можно легко пересадить. Спрашивает про книги. Только сюда заходить. Тут все данные будут скинуты. Не знаю. Сейчас вот еще раз. Попробую открыть. Форум. Два дня не открывался. Потом раз. Открылся вечером вчера. Сказал копию, чтобы снять. Мало ли еще бывает. А вот все. Опять с утра. Уже не работает. Не знаю. Что там у них делается. Ну и вот наш. Православный видеоканал. Открытым оком. Вот тут простые материалы. То, что у нас есть. Вот Игнатов был с ним вместе. Ездили где еще снимали. Вот. В собрание. Никогда не говорите, что нет времени. Что некогда. 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 То есть времени нет некогда. Во всей Библии за 1600 лет ее написания. 40 авторов. Только один раз сказано некогда. Один раз. Некогда. То есть это когда-то некогда кто-то сказал, такое есть. А что нам некогда, некогда было даже есть. Это когда много стечения народа. Ну у нас вряд ли у кого такое было, что некогда есть из-за народа. Не знаю. Это вот артисты. Они все везде ездят. Ну деньги. Миллионы. Смотрю вчера там Растеряев. Песню спел полтора миллиона посетителей. Просмотров. Полтора миллиона. Дальше считаю другое. Там совсем еще нету. Песенку спел какой-то. Как он ее допел, артист. Стоит, кривляется. Бабник. Видно прямо. Течет с него все. Шесть с половиной миллионов просмотров. Корейская песенка. Полтора миллиарда. Миллиарда посетителей. А что ничего нет. Пустое. Ветер. У нас этого нет. Вот я поставил Златоуса. И вот уже один час назад всего 17 просмотров. Отчего не хотят люди слышать Слово Божие. Вот оно где. Виктор Николаевич Савченко считает. А вот собрание на улице. Тут даже меньше времени. Один час назад. И 81 просмотр. Даже у нас вот это видно. Вот мне интересно. У нас подписчиков 8 587. Вот. Видать. Подписчиков. А просмотров. Никогда столько не бывает. Если тысяча есть. Ну. Тысяча. Это уже у нас нормально. Тысяча. А подписчиков как? То есть которые подписаны не входят сюда? Или здесь подсчет идет только на тех, которые новые пришли? Не подписчики. Не знаю. Не могу сказать. Ну а просмотров. Вот. 8 миллионов 283 тысячи семьсот двадцать. Вот. Ну и во свете Библии. Православный библейский сайт. Вопросы и ответы. Что? Суббота? У нас тут негде мыться. Я хожу к сестре, к Татьяне. Там с Володей пошли. Помылись. В ванной. Конечно, это не ваня. Веник не возьмешь с собой. Вот. Володя сразу поехал к сестре Анастасии. Тяжелая операция. Желудок вырезали. Все там у ней. Повез ей там еду. Какую? А я домой. Тут больше все с интернетом. Ответы, вопросы. Вещи не прошла. Ну и тут я все еще смотрю военные документальные фильмы. И очень ездить. Вторая мировая война называется. Сцена империи. Смотрю фильм девятый. По всему миру как шел. Вот. Ну и видимо будет и десятый фильм. Еще. Но уже где-то к концу идет. Ну и как правило я всегда. Так. Это надо убрать. О войне сейчас у нас идет вопрос. Папка. Вопросов. Вопрос 3031. 16-й том открытым оком. Вы говорите, что воевать грех. А ваши племянники служат все в армии. Да и сами служили. Возможно ли тут компромисс? Сейчас священники ездят и причащают солдат. Ответ. Я служил до уверования по Евангелию. Племянники не раз слышали, что в нашей общине дается совет отказаться от присяги. Но обязательно отслужить на альтернативной основе. Пусть и труднее, и дольше будет. Так называемое окормление, причащение в армии, есть результаты обмерщения церкви. Московская патриархия сегодня, как в тумане, бредет и крапит танки, освещает знамена. Воинский зуд, бум, ажиотаж. О Христе нет ни слова, и о Библии ни слова. Даю несколько фрагментов и парихиальные газеты. Краевой. Самый массовый. 61 563 экземпляра. Пять раз в неделю. И иных. Церковная пресса напротив мирской. Как бредовая, вакханаля, супер безбожных и отчаявшихся. Тошнотворное и бессовостное вранье. И корысть. Корысть и трусость. Главный грех и порог священников. Их трусость и корысть. Корысть и трусость. И бросились они в силовые структуры именно из-за этой корысти и трусости. Как пишет Краснов-Левитин историк. Пристроиться на дармовые армейские харчи полковыми священниками, капелланами, прожигать жизнь. И бояться, как бы в дедовщину не загребли их же деток. А так, помаленько, отмажутся их семинаристы малой кровью соплями. Поведение патриархийщиков гнусно и безбожно, дурно. И зато платить придется великой крови всей стране в самом ближайшем будущем. А от этих воинов они их и праха не соберешь. Попрячутся. Алтайская миссия. Вестник Барнаульской епархии, номер 2, февраль 2006 год. Это я еще вел занятия в университете. Вот и устаревший, конечно, уже 11 лет назад. Издается по благословению Преосвященнейшего Максима, епископа Барнаульского и Алтайского, Дмитриев. Вот где-то там, в Ельце. На обложке цветное фото священники во главе с Максимом, епископом и подпись. Преосвященный Максим совершает освящение боевых знамен дивизии ракетных войск стратегического назначения. Вверху надпись «Чудо богатыри, покой, опора и слава Отечества». С нами Бог. С нами Бог. Год митун. С чем отличается это? Слова те же. С нами Бог. Молись Богу. От него победа. Генералиссимус Александр Васильевич Суворов. Страница 2. Обращение епископа Барнаульского и Алтайского к воинам-защитникам Отечества. «Великого коварства наших врагов, но еще могущественнее ограждающая человека мощь Божия». Преподобный Рефрем Сирин. 23 февраля – День защитников Отечества. Президент России Владимир Путин сказал, что Церковь всегда была защитницей Отечества. Но воинство земное побеждать может только совместно с воинством небесным. 23 февраля – День рождения нашего владыки, преосвященнейшего Максима, епископа Барнаульского-Алтайского. Все эти совпадения символичны. Кавычки закрыты. Кавычки снова. «Вглядываясь в глубь веков, мы не можем не восхищаться величием своего Отечества, которое явилось результатом жизни по заповедям, строгого соблюдения нашими предками устава экономного церкви». Вот вранье идет какое. Ой-ой-ой. Среди тех, кто становится православным, много военнослужащих. Обретает былую духовную силу и казачество. «Откликнемся же на священные призывы, изреченные поистине начальникам, печальникам, российским, митрополитам Янам, Санкт-Петербургским и Ладожским. И Отечество наше вновь обретет былое величие и славу. Божие благословения да укрепляют вас на многотрудном и славном поприще служения народу Божию». Большие буквы сохранены. Страница третья. Только заголовки статей. «Воинское знамя священных оружий». «В день покровителя православного воинства». «Священная обязанность Родину защищать». Страница четвертая. «Освящение боевых знамен». «Народ надеется на вас, а церковь молится». Страница. «Отправка трехсот призывников вооруженной силы». Страница пятая. «Военные сборы воспитанников Барнаульского православного духовного училища на базе воинской части, воинских номер 5428. Были переодеты в военную форму». Страница шестая и восьмая. «Чеченские дневники». Алексей Борзенко. «Этот случай потряс армию. Посвящаются Гюрзе и Кобре, бесстрашным разведчикам генерала Владимира Шаманова. Каковы фамилии тех, кому посвящаются? Гюрзе Кобре». Претендующий на документальность рассказ повествует, как два воина попали в плен к чеченцам, и они их распяли на крестах. Пять гвоздей в руку забили, кресты врыли перед окопами чеченцев. И вот с креста ведет один из них корректировку огня. И по шевелению его губ снайпер узнает, где заминировано и откуда сделать прорыв. В знак понимания снайпер стреляет непрерывно в крест. Кавычки. Вдруг пуля щекла по доске рядом с правой рукой. Еще раз в то же место. Сергей понял, это было приглашение к разговору от одного из наших снайперов. А внизу тут у креста сидят чеченцы, видно, пьют, гуляют, матерятся, с бабами возятся. Ну, как русские. Такие, наверное, да? Вот честилище они здорово. Посмотрите, увидим, что они не такие. Еще раз. Снайпер считает по губам. Вот снайпер издалека, едва человека там где-то видит. Ну, не рядом же он сидит-то. По губам считает. Прекрати мучение пацана. Попросил Сергей снайпера. Снайперская пуля ударила парнишки прямо в сердце. Затем вторая туда же. Спасибо, ребята, ответил снайпером Сергей. Вот понятно, что попросил, чтобы его застрелили. Чеченцы его не застрелили, а свой застрелил. Эх, поцеловать бы на тельный крестик. Никогда уже не смогу этого сделать. Как он прибитый ко кресту и такие говорят. Эти материалы говорят о том, что защита отечества не просто воинское служение, а священное служение. Защита православной страны, которая является хранительницей святых и спасительных истин Христовых, против которых так коварно и жестоко восстает враг спасения душ человеческих. Желаю вместе с Россией уничтожить и последний оплод православия. Армия брезгливо уничтожала боевиков без всяких зверств и ужасов. Кавычки закрыты. И вот такую бриднюю пишут, но ни один человек поверить в это не может. Снайпер-то он придумал все дела. Газета «Алтайская правда». Это центральная губернская, безбожная. Номер 48, 2025-423, 21 февраля 2006 года. Страница третья. Семья именинников хочет знать правду о смерти сына. Именинников, наверное, фамилия. 17 февраля славгородцы хоронили 21-летнего матроса Балт-флота. Жители Славгорода направили обращение к президенту Путину, министру обороны Иванову. До каких пор мы будем провожать сыновей наших в мясорубку под названием «Российская армия»? До каких пор мы их будем встречать в сынковых гробах? До каких пор мы, матери и отцы, будем не спать ночами, пока они будут отдавать так называемый «долг» в кавычках стране, которая платит им с рождения копейки и учит их за деньги? До каких пор в мирное время мы будем получать похоронки наших детей, которые не прожили на этом свете и двух десятков лет? Кто ответит нам за боль и страдания, за бессонные ночи и за тот страх, который испытывает каждая семья, отправившая своего сына в армию, заранее зная, что там его ждут побои старослужащих, второй год кто служит, это старослужащие уже, и равнодушие командиров, которые своим безразличием поощряют дедовщину. Погиб очередной сын нашего города, Володя, именинник. Мы уже не просим, а мы требуем разобраться с этой ситуацией и наказать виновных в его смерти. Мы требуем навести порядок в армии России. Алтайская правда, 22 февраля 2006 года, страница первая. Из армии досрочно. О двух парнях из Залесовского района, изуродованных, исписанных. Один уже три месяца лежит в щите в госпитале. Аргументы и факты. Номер 6, 1319, февраль 2006 год, страница 10. О зверствах, о смерти первогодков. Не довозят до части, сбрасывают с поезда смертные случаи. Честное слово газета. 1 февраля 2006 года, страница 1, номер 5, 471. Кавычки. Только по официальным данным Министерства обороны, в 2005 году погибли 1064 военнослужащих, не считая самоубийц и покалеченных. Самоубийцы. Ну, убили, а потом в петлю заценили. Кавычки. Выступил консорциум правозащитных организаций Кузбасса, которые заявили о поддержке требования Союза комитетов солдатских матерей России о коалиции, кавычки, за демократическую альтернативную гражданскую службу. Более тысячи погибли. Да больше. Это, говорит, в разы надо умножать. Откровение 13, 10. Я просто беру как эпиграф ко всему этому. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых. Итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напой его. Ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящий уголь. Псалом 126, 1. Если Господь не сожидит дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Бегут народы пыль до облаков. В предсмертной жажде рыщут миллионы. Без очереди жизни холокост устроен на антихристском законе. Сыпи сорвалась пропасть головня. Кто за Коран готов и на таран? Смолой дымится ночью полынья тому, кто позабыл дорогу в храм. Искусственно надуманно сорвется предгрозовая в мире тишина. Незваная с косой стучится в гости беспечным, сонным будет не до сна. Пророки древности угрозами гремят. Апостолы муштруют исполнением скорым. У многих будут четкие сгренат. В священных книгах будет только Тора. Священный. Сметет волна ненужных едоков. Ненужным может статься стану я. Когда лоза становятся дичком, светильник тот угас и не маяк. Во всех народах, даже до окраин, свидетели евангельских заметят, иных пристрелят, а кого-то ранят, облечься силой духовной успеть бы. Микроскопическая часть из христиан с достоинством пройдет предназначение. С позором выведут их за Христом, за стан, удар мечом и совершил течение. Я мысленно с остатком из святых пытаюсь протрубить благую весть. Кагал еврейский бьет под самый дых. Их позывной 666. Мы все бежим на поприще Иисуса. Достичь бы финиша, в пути не ослабеть. От дыма ересей спастись, не захлебнуться. Остаться человеком средь людей. 20 февраля 2006 года. Ну вот так. Пока на сегодня хватит.